Актом международного терроризма Достал пистолет и сделал несколько выстрелов в спину Карлову, когда дипломат произносил речь. По сообщениям турецких СМИ террорист кричал «убирайтесь» и объяснял свое нападение протестом против действия России в Сирии. Он якобы говорил, цитата, «не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию». Очевидцы отмечают, что нападавший не хотел скрываться или прятаться. Позже он был убит полицией. Этот человек стоял за послом и кричал «Аллаху Акбар». Он сказал, вы убили мирных жителей в Сирии, вам это просто так не сойдет. Он достал пистолет и направил его на посла, а потом на всех остальных в зале. Мы пригнулись в панике. Я видела, как этот человек целится из пистолета, а посол лежит на полу. Выстрелы прозвучали в 19.25 по местному времени. Андрея Карлова экстренно доставили в больницу, но спустя 40 минут он умер. По данным турецких властей, террак совершил 22-летний Мевлюд Мерт Алтынташ. Ранее он два года служил в турецкой полиции, но был уволен после попытки государственного переворота 15 июля. В здании галереи Алтынташ смог пройти с оружием именно потому, что показал старое удостоверение полицейского. Президент России Владимир Путин сразу после произошедшего отменил запланированный визит в театр и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Убийство посла Владимир Путин назвал подлым. «Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют». Российский Следственный Комитет уже завел уголовное дело по статье о международном терроризме. Из Москвы в Анкару вылетела специальная следственная группа. Она будет расследовать произошедшее вместе с турецкими властями. Сейчас полиция проверяет, с какими экстремистскими группировками мог быть связан нападавший. Местные СМИ пишут, что на его странице в Фейсбуке размещены радикальные исламистские видеозаписи, в том числе с призывом отомстить России за происходящее в Сирии. «Я воспринимаю атаку на российского посла как нападение на всю Турцию. После инцидента, во время разговора с Владимиром Путиным, мы согласились, что это провокация, без малейших сомнений». Совет Безопасности ООН признал терактом убийства Андрея Карлова. Российскому дипломату было 62 года. Из них почти 40 лет он работал в структурах МИДа. До этого Карлов был послом России в Северной Корее. На должность в Турции его назначили в 2013 году. Андрея Карлова посмертно представит государственной награде. 12 человек погибли, около 50 ранены после того, как грузовик въехал в толпу людей на рождественском рынке Берлина. Полиция в качестве основной рассматривает версию теракта. «Грузовик въехал туда и просто начал переезжать людей. В тот момент я находился там. Я видел, как он туда въехал, потом я убежал. Дальше я услышал выстрелы, после чего вернулся. Через две минуты там появилась полиция. Они взяли грузовик под свой контроль». Грузовик с польскими номерами проехал несколько десятков метров на скорости примерно 60 км в час, врезавшись в толпу людей на рождественской ярмарке около церкви кайзера Вильгельма в центре города. Девять человек погибли на месте. Водителю удалось сбежать, но его сразу же задержали недалеко от места трагедии. Сообщается, что мужчина прибыл в Германию в этом году в качестве беженца, возможно, из Пакистана. Сам грузовик принадлежит польской компании. В кабине был найден мертвым гражданин Польши. За некоторое время до инцидента польская компания сообщила, что потеряла связь с водителем одного из своих грузовиков. Компании предположили, что на него напали. Полиция Берлина считает, что это был умышленный наезд и говорит о возможном теракте. Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты. Продолжается разбор завалов. Наше свободное общество нуждается в том, чтобы мы были открытыми и отмечали Рождество как праздник семьи и счастья. Еще слишком рано делать выводы и менять свою жизнь. И именно поэтому я не хочу пока выдвигать предположения и делать какие-то заявления. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Мелония Бачина. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok